Полет к Марсу, как космическое излучение воздействует на мозг-амперсант НБСП экипажу корабля, бороздящего дальний космос, грозит потерю долговременной памяти, такой вывод сделали ученые из подмосковного Пущина, проанализировав результаты экспериментов на мышах, облученных ускоренным пучком тяжелых ионов. Перспектива полетов на Луну и Марс поставила перед радиобиологами ряд серьезных задач, которые до сих пор не решены. В межпланетной экспедиции экипаж подвергнется воздействию галактического излучения, где преобладают частицы высоких энергий. Прогнозируется, что люди получат за время полета в целом малые и средние дозы, но как они повлияют на когнитивные функции, какой генетический риск несут и каковы отдаленные последствия. На эти вопросы мы собираемся ответить, рассказывает РИА Новости Ольга Розанова, старший научный сотрудник лаборатории клеточной инженерии Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН, ИТЭП, где три десятилетия изучали последствия Чернобыльской аварии. Смоделировать условия дальнего космоса ученым позволяют ускорители элементарных частиц, разгоняющие электроны, альфа-частицы, протоны и тяжелые ионы, например, заряженные ядра углерода и железа, до субсветовых скоростей. Именно из таких частиц состоят в основном солнечный ветер и космическое излучение, угрожающие космонавтам за пределами магнитосферы Земли. Причем сильнее всего на клетке действуют высокоэнергетические ядры углерода и железа, передавая много энергии тканям организма, механически разрезая гены в нескольких местах, после чего те не успевают восстановиться. Когда в 2013 году ученым из Института физики высоких энергий Ниц Курчатовский институт в Протвино удалось получить пучок ядер углерода с энергией 450 мегаэлектрон-вольт на наклон, этим немедленно воспользовались биологи из ИТПРАН для своих радиобиологических экспериментов. За три года они облучили на ускорителе сотни лабораторных мышей и провели множество тестов, чтобы выяснить, как влияет на ДНК клеток костного мозга и крови, антиоксидантную иммунную систему, мозг и память животных пучок ядер углерода при разных режимах. Также вычислили параметры биологической эффективности этого типа излучения по сравнению с рентгеновским. Для экспериментов взяли в виваре молодых самцов мышей и точка их усыпляли и помещали в специальном контейнере под ускоренный пучок так, чтобы все тело животного оказывалось в пике брега, максимуме передачи энергии частиц, и облучали дозой не более 0,7 грея. А через два месяца начинали следить за тем, какой эффект это оказала точка облучения пучком ядер углерода в пике брега. Общие состояния и память облученных мышей следовали с помощью методов оценки когнитивных нарушений. В тесте открытое поле подопытных выпускали на открытую арену и предоставляли полную свободу действий. По результатам перемещений судили об активности животного и уровне его тревожности. Так вот, облученные мыши этот тест не прошли точка они были менее активны и более тревожны, чем животные не облученной группы. Хуже, чем нормальные сородичи, подопытные мышки выполнили тест на долговременную память, при поисках норки они совершали больше ошибок, чем обычно. А ведь именно эта память хранит все, чему мы научились в жизни, там весь наш опыт. Через 2,5 месяца после облучения мышей умершвляли, чтобы исследовать гистологические препараты гиппокампа, области мозга, отвечающие за пространственную память и связь между кратко- и долговременной памятью. Анализы показали, что в зубчатой извилини гиппокампа, главном месте в мозге, где рождаются новые нейроны, плотность клеток уменьшилась. Уменьшение плотности клеток на фоне отсутствия острой гибели нейронов в исследуемых областях может свидетельствовать о том, что при данной дозе ускоренных ионов углерода происходит угнетение нейрогенеза, добавляет основные участники этого исследования Светланы Сорокина, кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории клеточной инженерии. Измененная модель поведения у облученных мышей и дефицит долговременной памяти – это очень важный вывод, который, если его распространить на моделируемую ситуацию, означает потерю навыков, полученных в ходе подготовки к полету, поясняет Ольга Розанова. Из более ранних опытов, проведенных в том числе на людях, известно, что на долговременной памяти плохо сказывается длительный стресс. Эту проблему можно обойти, если отбирать в межпланетный экипаж людей по определенным критериям. А что делать с разрушением мозга космическими лучами? Неясно.Нужно искать защитные средства, эффективные нейропротекторы, поскольку существующие препараты защищают мозг от гамма-излучения, но часто бессильны против протонов и ядер углерода из-за специфики действия тяжелых частиц, уточняет исследовательница. Длительный и во многом пионерский эксперимент показал, в каком направлении следует проводить дальнейшее исследование. Конечно, это только начало изучения того, как дальний космос повлияет на первопроходцев. У биологов есть еще время, чтобы решить проблему биологической защиты экипажа от космического излучения, как минимум до 2030-х годов, когда планируются пилотируемые экспедиции на Луну. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!